Добрый день! В этом видео мы получим сигнал кожно-гальванической реакции, то есть изменения электрического сопротивления кожи, используя модуль KGR BITRONICS. Кроме него нам понадобится ардуино, кабель USB, макетная плата, электроды для KGR и соединительные провода штекер-штекер трех цветов черного, красного и оранжевого. Сначала вставим в макетную плату ножки питания и выхода модуля KGR и через гнезда макетной платы подключим соединительные провода к модулю. Черный провод соединим с ножкой минус модуля, а красный с ножкой плюс. Эти провода будем использовать для питания модуля. По оранжевому проводу будут передаваться данные, его подсоединим к ножке out модуля KGR. Возьмем плату ардуино и подключим к ней модуль KGR. Черный провод вставим в гнездо GND на плате ардуино, а красный гнездо 5 вольт. Оранжевый провод соединим с гнездом аналогового порта А0. Далее закрепим электроды для регистрации KGR на руке. Для этого один электрод его металлической частью прикрепляем к подушечке указательного пальца правой руки, а второй электрод в подушечке безымянного пальца той же руки. Затем соединим кабель от электродов с разъемом в верхней части модуля KGR. Полярность подключения не имеет значения. После этого подключим к плате ардуино кабель USB и с его помощью соединим установку с компьютером. Откроем скетч GSR в среде ардуино IDE. Меню инструменты проверим, что плата ардуино правильно определилась компьютером. После чего нажмем на кнопку загрузить. Скетч стимпелируется и загрузится в память ардуино. По окончании загрузки в нижней части окна появится сообщение. Теперь можно переходить к получению сигнала KGR. Откроем визуализатор Bitronix и зайдем в меню настройки. Обновим порт подключения ардуино к компьютеру и выберем скорость передачи данных, указанную в скетче. По умолчанию 115 200 бит в секунду. Закроем настройки, нажав на кнопку применить и запустим считывание сигнала, нажав на кнопку подключить порт. На графике мы увидим постоянный сигнал KGR в покое. В спокойном состоянии сопротивление кожи велико. Но если человека напугать или заставить нервничать, то его ладони слегка вспотеют и сопротивление кожи уменьшится, а значит уменьшится и сигнал KGR. На этом мы завершаем описание модуля кожно-гальванической реакции. Подробные инструкции и скетчи вы сможете найти на сайте Bitronix.